Совершенно новый проект реконструкции аварийного жилья в среду был представлен в областном правительстве. Представители строительной компании предложили в Иванове реконструировать так называемые немецкие коттеджи – двухэтажные дома 40-х годов постройки. Но при этом компания будет надстраивать над ними еще по 2-3 этажа. Этот инвестиционный проект очень интересен и он выгоден как для наших городов, так и для инвесторов. Потому что, с одной стороны, это коммерческий проект, потому что инвестор строит жилье, потом его продает. С другой стороны, они несут меньшие затраты, поскольку коммуникации-то уже есть, коммуникации на месте. Для региональных властей это не проект, а сказка. Ведь в этом случае реконструкция ветхого жилья для областного бюджета не будет стоить ничего. Выгодно это и для жильцов коттеджей. Они ничего не платят, а вот получают они, на мой взгляд, достаточно много. По аналогии, допустим, с Калугой, опять же, да, получалось, что стоимость их жилья по результатам реконструкции повышалась где-то на 60-80%. За счет чего? За счет того, что в доме менялись все инженерии, системы отопления, доснабжения, канализации и так далее. Чтобы в этих домах они в ужасном состоянии, как правило. Второе, у них получилась дополнительная площадь за счет балконов, которые пристраиваются к первым домом этажам. Правда, не все так сказочно. Если в доме деревянные перекрытия, без расселения жильцов реконструкция невозможна. В устранении неудобств для жильцов городские власти обещали поспособствовать. Но заметили, без согласия обитателей дома работы проводиться не будут. Очень многое здесь будет зависеть непосредственно от тех жителей, которые владеют квартирами и которые заинтересованы в проведении их в нормальном состоянии, в том числе всех конструкций дома. Подобный метод надстройки над домом еще одного уже активно используется во многих других регионах. Как отнесутся к идее ивановцы, пока неизвестно.